Привет всем, друзья! Вы на канале Мики Анджела Бьюти и сегодня у нас с вами первые слепые затесты. Ну, не совсем, конечно, слепые затесты. Придется мне вам рассказать небольшую предысторию. Если вы захаживаете мой телеграм-канал, то вы видели там распаковку посылочки, которую прислала мне моя подписчица Настя. У Насти большая коллекция парфюмерии, у нее есть свой телеграм-канал, оставлю вам на него ссылку внизу в описании под видео. Поэтому в основном в этой посылке меня ждали парфюмы. Но стоит сказать, что Настя не подразумевала именно формат слепых затестов. Она просто положила мне разные флаконы и отливанты, чтобы я познакомилась с разными ароматами. Настя знает, что я только начинаю свой путь в коллекционировании парфюмерии, поэтому она решила расширить мой альфакторный кругозор. В общем-то не подразумевалось, что из этого материала я сделаю слепые затесты, но так как я еще пока совершенно ничего не знаю о парфюмерии, очень у меня поверхностные знания, поэтому даже когда я доставала разные флаконы из этой посылки и читала их названия, мне они ни о чем абсолютно не говорили. Я подумала, что можно из этого сделать слепые затесты. А почему, собственно, и нет? Получается, что сразу мне открывается информация про бренд и название парфюма. Но если мне ни о чем это не говорит, почему бы мне не разносить эти ароматы и не попробовать угадать его ноты? Я планирую дальше делать видео на эту тему, поэтому если вдруг вы хотите отправить мне слепые затесты, я буду очень рада. Сейчас основная проблема в том, чтобы снимать такие видео, это просто отсутствие материала. Вот и все. Но я бы с удовольствием их снимала для вас. Я знаю, что вы тоже любите такие видео. Сегодня у нас с вами будет 7 ароматов. Они будут из абсолютно разных категорий, абсолютно разного звучания. В общем, это будет такая разносторонняя, разноплановая подборка, на мой взгляд. Я тщательно разнашивала эти ароматы на себе. Наносила их на руку, то есть разнашивала со своей кожи и записывала все в свою тетрадочку. И так как Настя на посылках была не маленькой, у нас с вами будет и вторая часть таких слепых затестов от Насти. Я вам сразу буду называть название и бренд. Буду рассказывать, какие ноты я услышала в этом аромате. И уже на моменте монтажа буду вставлять вам настоящую пирамиду ароматов. Посмотрим, что я смогу распознать. Давайте уже нанесем первый аромат. И это будет Джерси от Шанель. Кстати, Настя сказала, что это один из любимейших ее ароматов Шанель. Хороший. Хороший он, конечно, очень вкусный. Итак, что я пишу про этот аромат в своей тетрадочке? Я с первых нот отношу его к ретро-ароматам. В ассоциациях я пишу, что он ретровый, цветочный, но в то же время нежный, пудровый и цитрусовый. В базе он становится менее ретровым, но на удивление более цитрусовым и фиалковым. Как будто появляется фруктовость в виде груши. Да, где-то там я откопала грушу, но почему-то я думаю, что в пирамиде ее на самом деле нет. Какие я отметила аккорды? Пудровый, цветочный, цитрусовый и фруктовый. В нотах я расслышала ландыш, мускус, кожу, ирис, бергамот, цедру апельсина и фиалку. Стойкость у него на моей коже средняя, он продержался 5 часов. И по звучанию это для меня сегмент женского люкса. Но вот опять я слышу грушу. Ну и знаете, он еще такой помадно-пудровый. Ну а пудру у нас дает ирис, поэтому я его и написала. Но он, конечно, очень нежный. Угадывается ДНК бренда, то есть что-то, относящее меня к Шанель номер 5. Но все же он более, наверное, нежный, чем Шанель номер 5. Классный, вкусный, очень вкусный. Забыла сказать вам, что у меня на губах очень интересный продукт от Artvisage. Это палетка помад. Я использовала самый темный оттенок и немножко высветлила центр губ розовым. И вообще, собственно, весь этот мой макияж вы можете посмотреть в предыдущем видео, в котором мы с вами тестировали очень интересную китайскую маленькую палеточку. Она китайская, но безумно качественная. Шанель очень диффузный, прям до сих пор витает в воздухе. Следующий аромат, который мы наносим с вами на блотер, это ирис в шампанском от Began. Если честно, до этой посылки я даже не знала, что существует такой бренд. А между прочим, этому бренду около 300 лет. Представляете, я, наверное, больше не знаю подобных брендов, которые бы столько существовали на рынке. Нет, ну я знаю разные столетние бренды, например. Ну, 300-летние. И, кстати, поговаривают, что парфюмами от Began пользовался даже сам Наполеон. Он такой интересный, но сейчас я чувствую, что он прям такой свежий. С блотера, конечно, совсем по-другому. Но мне это звучало иначе. Ну, давайте как раз и почитаем, что я услышала на себе. Ассоциации душистый, мыльный. Ну да, это я и сейчас ощущаю. Пахнет дорогим туалетным мылом. Нежный, женственный, с легкой горчинкой. Напоминает Тиффани. Часто вот такие подобные фужерные ароматы я сравниваю с Тиффани. Но Тиффани более терпкий, а ирис в шампанском более фиалковый и ирисовый. То есть цветочный. В течение носки он не трансформировался на мне. Звучал довольно монотонно. Аккорды цветочный, ирисовый, мускусный. И в нотах я распознала ирис, бергамот, фиалку, лаванду, розу, мускус, почули и дубовый мох. Где я тут дубовый мох нашла? Не знаю, может быть в базе. Стойкость у него средняя, и спустя 5 часов он начинает затихать, по крайней мере на мне. И сегмент чисто по звучанию, если говорить, то это, конечно же, женский люкс. Это действительно такой очень женственный, очень душистый аромат. Вот именно такого, знаете, хорошо помытого тела. Вот явно так пахнет человек, который только что вышел из души и использовал он дорогое итальянское мыло. Весь намылился такой, начистился. И душистый пошел по делам. Да, конечно же, он очень вкусный. После того, как я отсниму этот ролик, я побегу смотреть все пирамиды. И мне безумно интересно, угадала ли я хоть что-нибудь. Ну, вы уже это видите и хихикаете, наверное, от дома. Третий аромат – это абонита от Малинар. Малинар – это, конечно, такой очень нашумевший в парфюмерных кругах бренд. Конечно же, мне стоило познакомиться с парфюмами этого бренда. Насте, в очередной раз огромное спасибо за такую возможность. Вообще, такой интересный процесс с этой посылкой получается. Я сначала разнашиваю эти ароматы, потом я буду их очень подробно изучать, в том числе изучать бренды. Это, конечно, для меня огромная ценность – получить такие знания. Давайте нанесем абониту на блотер. Хорошее распыление. Ой, ну он, конечно, вообще стартует очень специево. Давайте почитаем, что я написала про этот аромат. Для меня аналог Маруся, от Славы Зайцева, кстати, да. Я очень хорошо знаю аромат Маруся. И вот этой своей глубиной и огромной пирамидой, он мне напоминает как раз-таки Маруся. Но для меня Маруся – это дорогой шоколад на морозе. Вот я так слышу этот аромат. Абонита немножко звучит по-другому, но я все-таки могу провести вот эту какую-то общую параллель. Спустя несколько минут выходит бензиновость, как у Красной Москвы. Кстати, есть такое. Я, правда, не знаю, что за нота может давать вот эту бензиновость. Причем такую, которая потом быстро улетучивается. У этого аромата есть такая особенность. Есть помадность, пудра, 100%. И животность в виде меда. Да, мне кажется, что здесь есть мед. И еще я тут распознала небольшую индольность. Кажется, как будто бы какой-то котик немножко посикал все-таки рядом. Для меня это ретро-аромат. Ну да, потому что у меня и Красной Москве относят, и к Марусе. Какая-то ретро-ароматность у него есть. Аккорды цветочные, медовый, мускусный, ванильный. В нотах я распознала мед, белые цветы, жасмин, апельсиновый цвет, роза, лилия, ирис, корень ириса, бобы тонко, мускус, ваниль, амбра, мох. С вопросом. Смородина или лис смородины, сандал и пачули. Если вы попробуете этот аромат, то вы сразу поймете, что у него очень большая пирамида. Раньше в люксовых женских ароматах была просто огромная пирамида. Это что-то из этой оперы. Стойкость у него отличная, более 12 часов, и я разношивала его на коже. И сегмент я ему определила чисто по звучанию, женский люкс. Настя сказала, что во флакончике тут его немало, поэтому здорово, что он мне понравился. С удовольствием его буду носить. Еще привезу маме, покажу его, я тоже думаю, ей очень понравится. Будем сравнивать его с Марусей. Кстати, Маруся не такая спецовая. Маруся более ванильно-шоколадная, что ли. Следующий аромат, это просто теперь моя любовь. Это Супериор Марион от Факашима. Какая же это вкуснятина. Я его, если честно, берегу, поэтому сейчас попробуем с вами нанести его на плотер, ну прям самую капочку. Ай. О-о-о-о. Ну какая же это вкуснятина. Он на старте такой смолистый. Очень вкусный, очень. Кстати, несмотря на вот эту сложность и многогранность, подобные ароматы я уже не отношу к ретро-ароматам. Что я пишу об этой вкуснятине в своей тетрадочке? Пишу, что это теперь любимейший аромат из всей посылки от Насти. Он сексуальный, теплый, обволакивающий. Очень многогранный, от смолистости до помадности. Есть и сладость, и терпкость. Есть в нем еще что-то морковное, но еле-еле уловимое. Да, слышу морковочку, особенно в базе. В базе остаются почули, очень приятно, землистые на второй день с волос. Кстати, я не наносила его на волосы, я нанесла просто один пшик себе вот сюда на душу. Волосы немножко как-то так попадали. На себя забрали часть этого аромата, но на второй день он очень отчетливо ощущался с волос. И пишу, что вот эта землистость проявляется особенно хорошо на свежем воздухе. Очень приятная, роскошная база. Да, у Фокошима просто роскошнейшие базы. Ну, сразу понятно, что это очень такой премиальный парфюм. Аккорды смолистый, почуливый, землистый, мускусный, амбровый и кожаный. Ноты, которые я тут распознала. Кожа, ладан, ирис, лакричник. Вот захотелось мне написать лакричник. Хочется мне, чтобы там был лакричник. Почули, амбра. И, кстати, мне кажется, что возможно здесь либо и та, и та амбра, либо серая. Лабдану и сандал. Ну, что-то же дает здесь вот такую какую-то дымноватую терпкость. Стойкость высокая на коже, больше 18 часов. И он хорошо слышен на расстоянии в течение всего этого времени. На волосах около двух дней, пишу я, да. И сегмент, конечно же, я отнесу это к нише. Люкс такое не делает. И, кстати, я знала бренд Фокошима до этой посылки. Но до настиной посылки у меня не было возможности прям попробовать эти ароматы. Я просто узнавала какую-то информацию о бренде. А во второй части наших таких импровизированных слепых затестов будут целых два аромата от Фокошима. Пятый аромат у нас это Роуд Эль Маск Афлатафа. Тоже раньше не сталкивалась с этим брендом и вообще ничего о нем не знала. Это арабская парфюмерия. Но с блутера, скажу я вам, совсем все какое-то другое. Почитаем, что я о нем написала, когда разнашивала на себе. Написала, что на старте цитрусы с цветами. Чувствуется сирень в первую очередь. Да, почему-то он для меня какой-то такой сиреневый. От этого он на старте немного винтажный и немного индольный. Чувствую там смородинку. Затем чистый мускус и землистость. Жерственный, но при этом с остринкой. Запах чистоты и душистости. И опять же пишу, что напоминает чем-то Тиффани. Не в буквальном смысле, конечно же. А просто вот этой своей душистостью и чистотой. Аккорды. Мускусный, цветочный и цитрусовый. В нотах я как бы ощущаю бергамот, апельсиновый цвет, сирень, белые цветы, мускус, смородину и пачули. Стойкость на мне у него средняя, до 6 часов. И по сегменту я отнесла его к женскому люксу. Конечно же в этом случае само название мне немножко подсказало, какие тут могут содержаться ноты. Потому что с арабского название этого парфюма переводится как великолепие мускуса. Понятно, что здесь есть мускус. Тоже такой вариант парфюма для тех, кто любит пахнуть чистотой и душистостью. Вот как будто бы после душа. И кроме легкого аромата мыла на вас больше ничего нет. Ах, вкусно. Я уже успела в интернете найти флакончик этого парфюма. Ну и выглядит, как любая арабская парфюмерия этот флакон, ну просто восхитительно. Вот так вот резвенько и быстро мы с вами идем. И давайте пробовать шестой аромат. Это у меня Кьюир от Малинар. Настя положила мне и второй флакончик от Малинар. Ой, ну прям знакомство с брендом. Очень интересный аромат. Именно своей вот этой какой-то полярностью. А на мне он более злой. Тут он какой-то добрый. Ну, блатаю. Очень добрый. Но мне злющий такой. Но я люблю злющие ароматы. На старте очень алкогольно-коньячный. Сейчас я этого вообще не чувствую. И цветочный. Вот сейчас я скорее чувствую, что он просто цветочный. Затем дымный и копченый. На своей коже я абсолютно отчетливо слышала прям дым. Плюс к этой дымности и копчености сладость фруктов и цветов. Вот почему я его и называю таким полярным. Потому что в нем есть такой едкий дым. Но при этом чувствуется сладость цветов и фруктов. Дымности спустя три часа не остаются совсем. Если зачитывать аккорды, то я написала здесь дымный, кожаный, фруктовый и цветочный. Да, здесь опять в названии есть подсказка. Кювир с французского. Это кожа. Ноты, которые я тут написала. Коньяк или ром. Кстати, сейчас не слышу вообще. Кофе. Ладан. Лабдан. Ут. Чернослив. Сухофрукты. Пачу. Либо бытонка. Ваниль. И кожа. Но мне он как-то звучал более многогранный. С блутера я этого всего не слышу. Стойкость у него высокая. На коже 9-10 часов. А вот эта его легкая сладковатая база держится до 15 часов. Он, конечно, очень стойкий. На блутере, конечно, в нем меньше вот этой дымности. На моей коже он мне нравится больше. Ну и последний, седьмой аромат в этой нашей части слепых затестов. Это пачули от Этро. Ответ же в названии подсказка. Ну, кстати, знаете, без этой подсказки понятно, что там пачули. Здесь у меня такой щедрый отливант с роликом. Потом попробуем как-то вот так нанести его на блутер. Я очень люблю такие странные ароматы. Во-первых, пачули – это моя самая любимая нота в парфюмерии. Во всех ароматах, которые мне нравятся, есть пачули. Пошел, коньяк. Ой, мамочки, какой он злой. Старт землистый и сырой. Так и есть. Немного подвальный, шоколадно-алкогольный и бальзамический. Но, кстати, для меня это абсолютно бальзамический аромат. Позже начинает сладить. Я еще тут подписала, что база у него из киселя. Что я имела в виду? Понятно только мне. И объяснить я вам, к сожалению, не смогу. Но в базе он пахнет кисельком. Аккорды. Конечно же, пачули, бальзамический, амбровый и ванильный. Да, потому что, несмотря на вот эту терпкость на старте, потом он станет практически полностью сладеньким и ванильным. Ноты. Пачули, перуанский бальзам, орхидея, амбра, бобы тонко, ваниль, лаванда и можжевельник. Я тут что-то хвойное чувствую. Поэтому он для меня и бальзамический. Ну, в общем, какие-то такие ассоциации. Стойкость хорошая, 8 часов и сегмент, конечно же, ниша. Давайте еще раз возьмем четвертый блотер с фокошимой. Ну, очень вкусно. Мне нужен флакон. Все, занесла его во все свои виш-листы. Теперь буду сидеть и хотеть. Ай, прелесть. Ну все, друзья, вот такие первые слепые затесты у нас с вами получились. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Мне очень понравилось. Вообще, обожаю изучать новые ароматы. Поэтому, друзья, буду ждать ваших слепых затестов с удовольствием. Просто с огромным удовольствием буду их разнашивать и рассказывать вам. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Спасибо, что смотрели предыдущие. Спасибо, что будете смотреть следующие. Отдельная благодарность вам за ваши комментарии, лайки. Всех целую и обнимаю. И всем пока-пока.